Всем привет! Меня зовут Поля, и совсем скоро будет Новый год, поэтому сегодня будут идеи подарков к Новому году. Сегодня будет не так много идей, а именно 20. И вообще я очень рада, что снимаю такое видео, потому что это мое первое новогоднее видео, вот сейчас, именно в конце 2021 года. Итак, первый подарок это крабики. Сейчас очень популярны такие заколки, с помощью которых вы будете делать вот такие вот прически. Следующая идея это свечка, например, вот такая вот. Третья, например, гель для душа. Можно вот такой вот от Dolce Milk. Если вы увлекаетесь бисероплетением, то вы можете сплести вот такие вот кольца своей подружке или другу на Новый год. Ну и также как вариант просто подарить бисер, если этот человек сам увлекается бисероплетением. Следующая это, например, акула из Икеи. Можно подарить что-то из ухода в косметике, например, патчи. Думаю, блеск для губ будет тоже неплохим подарком. Также это может быть чехол для телефона, например, какой-нибудь красивенький. Также это могут быть резинки для занятия спортом, если ваш друг или подруга увлекается этим. Также это могут быть формочки для льда, ведь сейчас очень популярно делать разные коктейли дома. Также можно подарить меховую сумку, это сейчас очень популярно и стильно. Также это может быть бутылка для воды, думаю, это будет полезный подарок, так как её можно взять и в школу, и на прогулку, да и, в принципе, если дома тренируешься, будешь из неё пить воду. Следующее это венчик для взбивания молока или же кофе. Также интересным подарком и полезным подарком будет ланчбокс. Возможно, вы сами можете сделать что-то из глины, например, тарелочку, или же можно где-то заказать. Если бы мне подарили тарелочку из глины, я была бы очень рада. Также это может быть, например, билет в кино. Думаю, ваш друг или подруга будут очень рады походу в кино. Также интересным подарком будет ароматизатор или же, как я их называю, пахучки для комнаты. Это такие трубочки в таких стеклянных баночках. Может быть, вы умеете сами печь, и было бы прикольно подарить своим знакомым печеньки по типу вот таких вот пряничков с глазурью. Ну, и, конечно же, беспроигрышный вариант — это сладости. И пока что на этом всё. Я очень надеюсь, что была вам полезна. Может быть, какие-нибудь идеи подарков вы возьмёте себе на заметку и потом подарите своим близким, родным, друзьям и так далее. Ну, а мы с вами прощаемся, и ненадолго с вами была я, Полина. Всем пока-пока, до новых встреч!